Эксперты прокомментировали разногласия России и США по ситуации в Венесуэле Попытка госпереворота в Венесуэле Эксперты прокомментировали разногласия России и США по ситуации в Венесуэле 9.46 РИА Новости Стрингер Сторонники во время выступления на митинге в Каракасе Спикера парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайда РИА Новости Стрингер Сторонники во время выступления на митинге в Каракасе спикера парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуэйда Вашингтон, 26 и Анфрия новости. Обострение ситуации в Венесуэле может привести к появлению новой горячей точки в отношениях России и США и подстегнуть антироссийские настроения среди части американского эстеблишмента, считают опрошенные РИА новости и эксперты. В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаида в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаида и потребовали от Мадуро, избрания которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. 8.38 Венесуэла, страна двух президентов, не имеющая наличной валюты Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпи отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения. В Москве заявили о поддержке Мадуро и назвали недопустимыми открытые призывы к государственному перевороту со стороны США. В субботу у сторон будет возможность высказаться по данному вопросу на специально созванном заседании СБО ООН в Нью-Йорке. Вчера, в 8 часов сколько денег Россия потеряет в Венесуэле горячая точка. Ситуация вокруг Венесуэлы может стать новой горячей точкой в отношениях Москвы и Вашингтона, считает бывший советник Госдепартамента Джефф Рименков, ныне заместитель руководителя программ России и Евразии Центра стратегических и международных исследований. КСАИС. Венесуэла, безусловно, является еще одной потенциальной горячей точкой для США и России. Многие в Вашингтоне считают, что поддержка Мадуро со стороны России это расплата за вмешательство США на Украине и в других странах бывшего Советского Союза, в регионе, который Россия рассматривает как сферу своего влияния, как это традиционно делают США в Латинской Америке, полагает Менков. По его словам, существует реальная возможность того, что ситуация вокруг Венесуэлы выйдет из-под контроля, вчера, 8 часов слева направо. Почему Мадуро так раздражал американцев решение США не отзывать своих дипломатов после того, как Мадуро этого потребовал, по сути, оставляет их в заложниках. Как США на это ответят, скорее всего, будет в значительной степени определяться событиями во внутренней политике, но если Вашингтон будет стремиться к эскалации давления на Мадуро или если Мадуро решит арестовать или иным образом поставить под удар американских дипломатов, возможность военного вмешательства реальна, говорит эксперт. В связи с этим, полагает Менков, Россия и другие государства, такие как Китай, которые продолжают поддерживать Мадуро, столкнуться с трудным выбором. Эксперт сравнивает ситуацию с той, в которой в свое время оказались США, когда Россия решила вмешаться в Украину, и не берется прогнозировать действия российских властей. Вчера, 16.43 история переворотов в Венесуэле Аргумент против России, в свою очередь, глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин тоже считает, что ситуация вокруг Венесуэлы будет использована некоторыми кругами в США для проведения антироссийской политики. Это является неким аргументом среди людей в Вашингтоне, особенно в Конгрессе, которые настроены антироссийски. Аргумент, что президент России Владимир Путин и Россия поддержали диктатора Мадуро Риэт, будет использован еще не раз, независимо от того, как будут развиваться события в Венесуэле. То, что США и Россия оказались по разные стороны в этом вопросе, безусловно, будет сказываться на атмосфере. Это будет еще одна проблема в отношениях, полагает Злобин. 6.35 куратора ГАЗДЕПа по Венесуэле обвинили в организации переворота в 2002 году. По его мнению, проблема с Венесуэлой не будет главной, но при каждом удобном случае ее будут вспоминать. Он напомнил, что Венесуэла в силу своего положения является сравнительно близкой для США страной, и жесткая оппозиция России в этом вопросе многими американцами воспринимается как свидетельство политической близости двух режимов и характеристик, целей и намерений. Политолог напомнил, что в четверг сенатор-демократ, высокопоставленный член Комитета по международным делам Роберт Минин-Диас уже направил письмо госсекретарю США Майку Помпио, в котором призвал немедленно принять второй пакет санкций против РФ в связи с инцидентом в британском Селсбери. Администрация США могла ввести их еще в начале ноября, но до сих пор этого не сделала. В целом, Злобин полагает, что заинтересованность в хороших двусторонних отношениях с Россией в США сейчас небольшая. Большинство американцев сейчас скажут, что им безразлично, потому что нет ни одной проблемы, которую бы они могли решить более успешно с помощью союзничества с Россией, считает политолог.